всем привет решила я поснимать со стеллажей свою мощь те орхидеи которые стоят разрозненно в разных местах и к сожалению объемность цветения их она как-то растворяется разбавляется другими орхидеями а вот когда немножко потрудившись извлечь растения с их насиженных мест и показать вам прекрасное воистину мощнейшее цветение моих орхидей фаленопсисов вот это получается действительно великое наслаждение по крайней мере у меня я думаю и у вас это вызовет большой большой восторг потому что мы с вами действительно влюблены в наше растение в наши орхидеи фаленопсисы и когда действительно мы видим настоящее полное объемное красивое изящное великолепное восхитительное пышнейшие цветения наших с вами орхидей это конечно же безусловно нас необыкновенно и самой высокой мере восторгает ну вот вот что представляет из себя цветение сейчас я вам покажу 5 моих растений которые мне удалось все-таки извлечь с разных стеллажей у меня растения растут в домашней коллекции в пяти местах но еще и на даче немножко есть давайте начнем с этой необыкновенной красоты я вам недавно показывала как цветет мой красавец нежнейшего белого оттенка цветения беглиб кристальный водопад либо кристальная вода а сегодня мы вместе с вами можем лицезреть как полном роспуске выглядит мой беглиб лиантин смотрите какой красавицы вот этот цветонос он еще дорастил в ту сторону немножко их это боковая веточка от основного осевого цветоноса но и здесь вот объемные мощные цветы многочисленные и самое классное самое приятное и конечно самое удивительное красивое для нас с вами это крупнота цветка беглиб лентин красивый очень красивый беглибушка у него незначительная совершенно незначительная присутствует пестрота около колонки вот вы видите и оливковый центр такой на верхней части ее губки под колонкой вот действительно оливкового оттенка очень красивый беглиб что могу рассказать уже как-то не знать немножко я рассказывала вам про его особенность он вырастает очень очень большим крупная листовая розетка очень поэтому вашей коллекции потребуется достаточно места для того чтобы разместить этого восхитительного красавца здесь у меня объединенная кашпо которым я вам который я вам недавно показывала она просто у меня стоит здесь пока пока я столик отодвинула здесь вот у меня желточки располагается на сегодня речь конечно не о них а сегодня речь о моих пяти орхидей ках который индивидуально я сегодня вам смогу показать сколько цветов я не считаю я вам много раз вот кто смотрит мои видео именно видео обзоры обзоры цветения моих растений конечно может всегда получить в том числе и полезную информацию при определении характеристики того или иного сорта генетической особенности и так далее вот и очень объемные пышные кустики я вам постоянно постоянно показываю красиво цветут конечно когда я их собираю вместе мои пышноцветы конечно получается очень фееричное зрелище но так как в пяти местах они мне рассредоточены не всегда у меня получается объемность вам цветение моих растений вам показать сегодня я ухаживала за верхней полкой стеллажа одного из стеллажей ну и решила раз я достала для вас определенную красоту покажу все-таки и другие пышно цветущие мои орхидеи так вот в нижнем уровне стоит красавец сейчас вы его видите это не крупноцвет но очень красивый сорт это орхидея чада стейси дивен шоколад это название мне прислали вы так сейчас я постараюсь немножко повернуть вот так он цветет что я вам могу сказать мало того что сам крупный кустик вот сейчас вы его видите у него там две боковых детки сейчас цветонос одной из деток цветет обычно у этой орхидеи бывает очень объемное цветение просто объемнейшее цветение но так как цветет детка ну сколько тут цветочков но где-то в районе 15 может быть цветочков есть на этом цветоносе очень красивый плотный оттенок сейчас вы видите бордовый оттенок цветение этой орхидеи дивен шоколад она скорее уходит в темно-темно коричневый с оттенком в черный вот так у нее две детки и сегодня ухаживая за орхидеями протираю листочки и нахожу еще по два цветоноса на каждой орхидее вы представляете какое нас с вами ждет зимнее цветение этой природой созданной групповой посадки там на матушке в пазухах две уже величавые величавые детки будет очень красиво я думаю вместе с вами полюбуемся восхитимся не загадывая далее что я вам еще хочу показать поднимаемся вверх верхний уровень и здесь у нас с вами восхитительное цветение моих архи моей орхидеюшки моих вот таких вот щеночков это кулуарное домашнее название это ну можем можно так сказать второе название моей орхидейки которые я очень часто своим орхидеям сама даю почему щеночки потому что очень такие топыристые у нее цветочки вот действительно как мордашки щенков бестолковенькие такие бестолковенькие у одних уши в одни стороны у других другие язычок трепыхается в открытом ротике ну вот не знаю вот почему то у меня такие ассоциации и вот такие ощущения когда я смотрю на всегда шикарное цветение этой орхидеи она всегда вот такое на этом цветоносе более 40 цветов сейчас еще пока не полностью распуск цветоноса а название у этой орхидеи sunrise red покер эсме это название мне прислали я тут же набрала в браузере это название и действительно эта орхидея называется именно так sunrise red покер эсме хороша чудо кстати эту орхидею мы вместе с вами на канале лечили у нее были множественные выжелтевающие листики уровне ствола сейчас все нормализовалось и растение полностью пролечено и восстановлено и у нее уже я даже счет почти потеряла какое домашнее цветение шикарной орхидеи и очень очень объемные цветоносы развиваются всегда на этой орхидеи ки вот так они вместе смотрятся ну конечно конечно когда они действительно своими цветоносами соприкасаются обнимаются это очень очень выглядит красиво вот такие разветвления видите множественные разветвления для древовидный цветоносик кстати вот у этого леонтина тоже очень часто развивается несмотря на крупноцвет несмотря не на мультифлорный тип цветения но у этого бегли по развивается очень часто древовидный цветонос боковые почки которые находятся на основном осевом цветоносе очень очень часто дают боковые ростки во время цветения но в том числе основного цветоноса ну хорош чудесная невестушка моя с такими необыкновенными небольшими крапинками на верхней части своего свои губки вот такая красота и вот эти конечно очень восхитительные очень 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 вот такая вот изящная композиция у меня сегодня для вас получилось давайте дальше смотреть смотрите какая красота это орхидея цветения орхидеи пурпурный дождь то же самое я сейчас для вас его сняла с цвета со со стеллажа посмотрите как объемно мощно и красиво цветут его цветоносы пурпурный дождь в моей коллекции он всегда так цветет конечно изначально когда орхидейка была маленькая молоденькая у него у этого фаленопсиса не было такого цветения как только растение получила необходимый возраст и было правильно пересажена ну по крайней мере та пересадка который я предложила это орхидеи очень очень понравилось и это орхидея сразу вот просто сразу стала давать вот такие восхитительные цветоносы вот я не знаю как его поместить видеокамеру вот такой здесь больше 46 цветов на этом цветоносе к сожалению мы с вами видим не все потому что вот там много ярусов цветов на этом цветоносе видите то же самое цветонос очень любит давать боковые ответвления за счет этого достигается пышность цветения орхидеи пурпурный дождь красавец я вам показывала его цветение на практическом полном распуске там оставалось несколько бутончиков вот сейчас он распустил все все бутончики и вот так очень объемно красиво крупно цветково цветет двойная система содержания двойной горшок развивает внутри горшка какое-то бесконечное количество корней вот тут он стоит огромное огромный но и наверху у него корневые вот эти плети смотрите они болтаются вплоть до практически сейчас пола очень много в верхнем уровне стволика у него корней практически до самого верха там буквально два верхних листочка и оттуда уже корни прут 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 во все стороны вот так вот вот так вот он цветет конечно это очень красиво когда я хожу вокруг него а стоит у меня он на полукруглой моей полке у меня есть возможность вокруг него ходить туда-сюда и видеть этот шикарный мощный объемный цветонос со всех сторон вот и поэтому я постараюсь конечно вам сегодня передать его объемность цветения никаких специфических подкормок никаких специфических проливов заливов каких-то удобрений стимуляторов каких-то народных средств я не использую все как всегда все как обычно все гениальное как я могу сказать и вообще это подтверждает жизнь все гениальное просто вот такой красивый ну и от этого цветоноса смотрите как они какие они хорошенькие да как они смотрятся красиво вот такая цветочная композиция ну и уровнем выше у меня еще для вас один фаленопсис это мои бабочки шикарные мои красивые бабочки которые цветут стоят они у меня на верхнем уровне стеллажа и показать очень бывает сложно потому что цветонос вырос практически под потолок почему бабочки потому что когда я трогаю цветонос лепестки этих цветочков они начинают колыхаться как крылышки бабочки у меня постоянные такие ассоциации когда я смотрю на этот красивый красивый цветок очень мощным объемном плотном красивом объемном цветении у меня вот ассоциации именно с полетом нежных розовых розово-белых бабочек или облачков видите какие доращивает опять доращивает цветонос это тоже его любимое занятие он любит доращивать цветонос и до распускать и так плотный объемный многоцветковый свой цветоносик тоже древовидный тип раскрытия формирования цветоноса видите сколько от основного идет боковых отросточек вот и вот так вот красавец цветет это орхидея пройти фьюзи эту орхидея привезла залитой корневой системы из командировки сохранила у нее все что было нарастила все новое и как только эта орхидея получила ну как мне кажется для нее просто самую наилучшую посадку закрытую систему я ее посадила высокая колба сейчас я если получится покажу вам ее вот так вот она стала расти распускаться формировать цветонос вы видите как он колышется хотя он зафиксирован ну мне конечно нравится я иногда знаете так подойду вот так вот колыхну его и стою смотрю цветонос а конечно получает каскадность за счет того что у него вот так множественно раз раскрываются много вернее формируется вот этих боковых росточков цветоноса и я направляю его так чтобы он сниспадал каскадом своими цветочками мы тут еще цветы поспрятались ну все показать невозможно они там вы сами понимаете в глубине друг друга конкурируют за пространство вот они видите они вот там все и вот она как выглядит вот это как вам показать это огромная колба с какими-то просто величавыми корнями в этой колбе очень классно развивается симбиоз корней мха водорослей пока я там ну если только в нижнем уровне вот там внизу а так корневая система очень классно развивается в этой орхидеи и как только я ее пересадила в эту колбу кстати пересадка была на канале вместе с вами я вам показывала как я это делаю конечно это нелегко потому что колба имеет вот такой цилиндр но цилиндр в диаметре небольшой туда сложно бывает проталкивать кору но у меня получилось орхидея получила прекрасную посадку сейчас развивается замечательно смотрите сколько в горшке у нее корней и на поверхности видите сколько корней это все ее богатство ну и вот так ну и давайте еще разочке я вам покажу те растения которые я сегодня для вас подготовила а теперь общий план так получилось да вверх и низ светлые оттенки нежнейшей красоты а в середине очень глубокие восхитительные насыщенные тона иногда знаете вот я смотрю иногда показывают орхидеи у которых там три листочка бедненьких кое-какая корневая система и и эти орхидеи из последних сил там видно что реально из последних сил они тянут на себе какие-то очень красивые шикарные цветоносы но вот такое цветение я называю последним цветением орхидеи потому что при плохой корневой системе маленьком количестве пар листиков орхидеи объемно цветут благодаря последней той энергии которая вообще есть у растения потому что именно красивые объемные плотно покрытые цветами цветоносы конечно же должны сопровождаться и очень красивым глянцевым правильным и здоровым внешним видом как листиков орхидеи так и их корней так как вот этот верхний цветонос оказался дальше всех он самый высокий мне пришлось конечно его подвязать туда повыше повыше получается что он смотрится среди всего как бы самым маленьким не он вы знаете он наверное даже выглядит больше наяву нежели вот этот цветонос вот но красиво красиво смотрится объемность цветения несмотря на жару орхидеи все таки я считаю что очень очень красиво цветут это же все таки цветоносы летнего формирования до сейчас похолодало уже но это цветоносы реально летнего формирования и плотность оттенка темного пигмента вот у этих орхидей она кстати не ущемлена плотность очень очень правильная и наполнение цветка темным пигментом я считаю что она конечно абсолютная но на сегодня я буду заканчивать свое видео и хочу пожелать вам всего доброго здоровья и благополучия всего вам самого самого наилучшего всем пока пока до новых встреч в следующей серии